Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». Мы продолжаем наш практический курс «Английский язык с нуля до продвинутого уровня» по приложению English Galaxy. В этом уроке мы с вами далее разбираем 320 зависимых предлогов в английском языке. Смотрите. «Suitable for» переводится как «подходящий подходит для». «Suitable for». Давайте скажем, используя слово «suitable». Эта квартира подходит для небольшой семьи. Эта квартира подходит... This apartment is suitable для... for... небольшой семьи... for a small family. This apartment is suitable for a small family. This apartment is suitable for a small family. Эта квартира подходит для небольшой семьи. This apartment is suitable for a small family. Хорошо. А как мы скажем, этот документальный фильм идеально подходит для людей всех возрастов. Этот документальный фильм... This documentary... This documentary... идеально подходит... Эта фраза, смотрите... Is perfectly suitable... Is perfectly suitable... для... for... людей всех возрастов... Эта фраза... For people of all ages. For people of all ages. This documentary... Is perfectly suitable... For people of all ages. This documentary... Is perfectly suitable... For people of all ages. Да, получается... Этот документальный фильм... идеально подходит... для людей всех возрастов. This documentary... Is perfectly suitable... For people of all ages. Bored with... Надоело... Наскучило... Bored with... Хорошо. Как мы скажем. Он говорит... Что ему реально... Наскучила... Его нынешняя работа. Он говорит что... He says that... Ему реально... Наскучило. Используя форму to be... Получается... That he is really bored... With... Его нынешняя работа... Используя present... А получается... With his present job. He says that... He is really bored... With his present job. He says that... He is really bored... With his present job. Он говорит что... Ему реально... Наскучила... Его нынешняя работа. He says that... He is really bored... With his present job. Но в принципе... Можно сказать по-другому. Можем использовать фразу... Get bored with... Тоже переводится... Надоело... Наскучило. Get bored with... Давайте скажем... Используя данную фразу... Get bored with... Детям... Наскучила игра... Да, употребим слово... Kids... Детям... The kids... Наскучила... Got bored with... Игра... Так, конкретно говорим... With the game... The kids... Got bored with the game... The kids... Got bored with the game... Детям... Наскучила игра... The kids... Got bored with the game... Provide with... Предоставлять что-то... Provide with... Смотрите... Конструкция... Provide someone with something... Предоставлять кому-то что-то... Provide someone with something... Скажем... Он предоставляет нам очень ценную информацию... Он предоставляет... He provides... Нам... Us... Очень ценную информацию... Ведь указано кому... Значит, далее говорим... With... He provides us with... И далее уже очень ценную информацию... With... Very valuable information... He provides us with... Very valuable information... Он предоставляет нам очень ценную информацию... He provides us with... Very valuable information... Хорошо... А как сказать... Компания предоставляет... Очень хорошие условия... Для своих сотрудников... Есть уже другой случай... Смотрите... Мы скажем здесь дословно... Компания... The company... Предоставляет... Provides... Очень хорошие условия... Very good conditions... Для... For... Своих сотрудников... For its employees... Видите... Там была конструкция... Provide... Someone... With... Something... Но здесь кому... В конце... Потом здесь уже... With... Не ставится... Получается... The company... Provides... Very good conditions... For its employees... Компания предоставляет... Очень хорошие условия... Для своих сотрудников... The company... Provides... Very good conditions... For its employees... Delighted by... В восторге от чего-то... Delighted by... Я был в восторге от этого результата... Я был в восторге от... I was delighted by... Этого результата... This result... I was delighted by this result... I was delighted by this result... Я был в восторге от этого результата... I was delighted by this result... Смотрите... Полезная конструкция... I'm absolutely delighted to plus verb. То есть плюс глагол. Переводится «я просто в восторге делать что-то». Смотрите, еще раз. I'm absolutely delighted to plus verb. I'm absolutely delighted to plus verb. Скажем, «я просто в восторге видеть тебя». Я просто в восторге. I'm absolutely delighted — видеть тебя to see you. I'm absolutely delighted to see you. Смотрите, более простая фраза, например, I'm very pleased to see you. Более продвинутый вариант, как здесь. I'm absolutely delighted to see you. Хорошо. Как мы скажем, «я просто в восторге быть здесь». Я просто в восторге. I'm absolutely delighted — быть здесь, to be here. I'm absolutely delighted to be here. I'm absolutely delighted to be here. Я просто в восторге быть здесь. I'm absolutely delighted to be here. Я просто в восторге слышать это. Я просто в восторге. I'm absolutely delighted — слышать это, to hear it. Я просто в восторге слышать это. Также переходите в наши социальные сети, где мы выкладываем дополнительные полезные материалы. Ссылки в описании. Dependent on. Зависящий от, зависит от. Dependent on. Фраза heavily dependent. Сильно зависит. Heavily dependent. Да, очень полезная фраза. Мерч, еще раз. Heavily dependent. Как мы это скажем? Он сильно зависит от своих родителей. Он сильно зависит. He is heavily dependent от. Прилог именно он. Своих родителей. His parents. He is heavily dependent on his parents. He is heavily dependent on his parents. Он сильно зависит от своих родителей. He is heavily dependent on his parents. Фамилия to someone. Знаком кому-то. Фамилия to someone. Это место не кажется мне знакомым. Дословно мы говорим «это место не кажется». This place doesn't seem знакомым. Фамилия. Мне. Да, фамилия to. Далее, me. Family to me. This place doesn't seem familiar to me. This place doesn't seem familiar to me. Это место не кажется мне знакомым. This place doesn't seem familiar to me. Next. Optimistic about. Оптимистичный по поводу чего-то. Optimistic about. Как правильно сказать? Уношный оптимистичен по поводу будущего компании. Уношный оптимистичен. He is very optimistic по поводу about будущего, the future, компании, the future of the company. He is very optimistic about the future of the company. Он очень оптимистичен по поводу будущего, компании. He is very optimistic about the future of the company. Sure about. Уверен в чем-то. Sure about. Более продвинутая конструкция. Certain about. Также переводится «уверен в чем-то». Certain about. Давайте скажем, используя слово «certain». Я совершенно уверен в этом. Та фраза «absolutely certain». «Я совершенно уверен». «I'm absolutely certain» в этом «about it». «I'm absolutely certain about it». «Я совершенно уверен в этом». «I'm absolutely certain about it». «Danger» «Opasность». «Danger». Фраза «danger of». «Danger of». Существует опасность новых протестов. «Существует опасность». «There is a danger» новых протестов. There is a danger of new protests. Существует опасность новых протестов. There is a danger of new protests. Существует опасность нового кризиса. Существует опасность. There is a danger нового кризиса. Of a new crisis. There is a danger of a new crisis. There is a danger of a new crisis. Существует опасность нового кризиса. there is a danger of a new crisis. «Known for» — известен чем-то. «Known for». «Он известен своей честностью». «Он известен》 «He is known for своей честностью». «His honesty». «He is known for his honesty». «Он известен своей честностью». «He is known for his honesty». «Этот город известен своей богатой историей». «Этот город известен своей богатой истории». «Этот город известен своей богатой истории». Хорошо. А как правильно сказать? «Он известен своей добротой». «Он известен. He is known for» своей добротой. «His kindness». «Он известен своей добротой». «Он известен своей добротой». Смотрите, полезная фраза. «A lack of» – недостаток чего-то или нехватка чего-то. «A lack of». Скажем, они продемонстрировали недостаток знаний и опыта. Они продемонстрировали недостаток знаний и опыта. «A lack of knowledge and experience». «Они продемонстрировали недостаток знаний и опыта». «They demonstrated a lack of knowledge and experience». Хорошо. А как правильно сказать? «Я знаю, что у меня недостаток уверенности, но я стараюсь работать над этой проблемой». «Я знаю, что у меня недостаток уверенности». «Я знаю, что у меня недостаток уверенности, но я стараюсь работать над этой проблемой». «I know that I have a lack of confidence, but I try to work on this problem». Хорошо. «Мы с вами также помним, что lack может быть глаголом». И переводится как «не хватать», и здесь также же предлог «не ставиться». Как мы тогда скажем? «Я знаю, что мне не хватает уверенности, но я стараюсь работать над этой проблемой». «Я знаю, что у меня не хватает уверенности, но я стараюсь работать над этой проблемой». «Я знаю, что у меня нет уверенности, но я стараюсь работать над этой проблемой». Смотрите данный видеокурс и отрабатывайте весь пройденный материал приложения English Galaxy в достижении максимального эффекта. До встречи. Bye-bye. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok